здравствуйте дорогие любители рыбалки сегодня хотел бы с вами поговорить о такой вещи как спумб что это такое это не что иное и приспособление для забрасывания прикормки горох кукуруза сыпучий прикормки вот она имеет какой то ставится сюда мы засыпаем свою прикормку закрываем это идет на основной лес и при помощи удилища мы забрасываем его не столово но я хотел вам рассказать сегодня не а потом как можно выйти из положения если нет такой вещи вот умельцы придумали такую штук моё давно уже используем и она служит верой правды вот сюда засыпаем горох или кукурузу бусинкой цепляем задушку вот это идет к основной леске и при забросе но падает а воду значит бусинка выскакивает и вот мы и нормально вытаскиваем без каких-либо проблем потому что были такие конструкции что крепили непосредственно вот сюда вот вертлюжок основной лески и при забросе начал вытаскивать приходилось бы вот так вот но это немножко тяжело так как идет сопротивление воды несмотря на наши отверстия все равно будет выматывать тяжело давайте его будем делать что нам для этого надо нужен контейнер откуда его беру вот пожалуйста из вот таких вот кубочек я делаю свои контейнеры смотрите что получается сколько здесь 1715 ну как как кому захочется значит проблема как когда я делал первое вот эти спомпы заключалась в том чтобы вот эти отверстия были как можно ровнее ну хочется сделать лучше всего получится как всегда поэтому что я такую придумал взял обыкновенный листочек из ученической тетрадки приклеил этот листочек на наш нашу заготовку и сделал маркером вот такие вот ну как вы видите точечки сам дальше эти точечки убрал пробивал шилом а потом беру шуруповерт или дрель и значит сверло по дереву почему по дереву потому что у сверла по дереву есть вот такая штука вот здесь очень хорошо будет сверлеть вот смотрите вот получается отверстие но чтобы не затягивать ролик и уже подготовил эту вторую заготовку по пробивал все отверстия даже сделал уже аж поплавок значит здесь понятно да отверстия пробиты вот здесь отверстия наметил отверстия пробивать не стал так как все равно поплавок эти отверстия все перекроет теперь на поплавок беру пенопласт жесткий значит размечаю сколько мне надо по диаметру это будет лучше по диаметру нашей заготовки ну и дальше как скульптор отсекаем все лишнее таким от макара значит сначала грубо ножиком потом обрабатываю шкуркой подгоняю чтобы он входил хорошо вовнутрь теперь есть народ говорит мы сажаем его на клей но не всякий пенопласт наш клей который на ацетоне выдерживает поэтому на клей его не сажаю беру маленькие шурупчики сажаем его на шурупы но прежде чем нам его посадить нужно сделать вот эту конструкцию для того чтобы нам можно было забрасывать потом вытаскивать наш спомп это нам надо здесь посредине сделать ровное отверстие я хочу сказать что это проблематично с первого раза нам не не получается вот Продолжение следует... 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 значит что делаем с этой стороны с этой стороны надо поставить такие вот ушки опять же беру проволоку нержавейку 1 и 2 ну то можно любую проволоку все время даже из велосипедной спицы делал тут совершенно безразлично как ищу это будет сделано теперь отмерим приблизительно ушки вот здесь двери тоже теперь надо здесь пробить два отверстия эти отверстия у нас должны быть строго один напротив другого чтобы попасть ровно туда куда нам надо сделаем как значит вот будет у нас одно отверстие теперь для того чтобы пояснуться в сторону я делаю длину окружности что а а и и и и и и вот эта длина окружности я делю пополам здесь как-то помещили должна быть у нас 2 . для наша . вот она наша . получается у нас 2 . теперь и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...